Мальчик оказался в центре экстремальной ситуации еще до своего рождения. 3 января беременную женщину из-за резко ухудшившегося состояния направили в Кваркинскую районную больницу. По пути автомобиль попал в метель и увяз в снегу. У женщины начались преждевременные роды. Леонид появился на свет в 7 часов утра и весил менее 2 килограммов. Сейчас малыш набрал вес, чувствует себя хорошо. Если Господь сохранил этого человека, и тебя тоже, между прочим, значит у него большое будущее. Беречь его надо, как зенец око, кормить вовремя, ухаживать за ним, воспитывать. Еще молодая очень, да? Есть кому там помогать? Да. Но если вдруг не будет кому помогать, мне звони. Павел Астахов и делегация от правительства области приехали на выписку не с пустыми руками. В качестве подарков Леониду и его маме все самое необходимое для ухода за ребенком. Кроме этого, детский омбудсмен вручил награды тем, кто помогал малышу появиться на свет. Фельдшер Наталья Нетесова и водитель Сергей Кошечкин награждены медалью за заслуги в деле защиты детей России. Медик признается, что это первые принятые роды в ее жизни. Многие сегодня спрашивают, я пока ехал к вам, журналисты звонят и говорят, ну а как вот оценивать? Это же долг фельдшера, медсестры, водителя, полицейского. Они должны защищать человека? Ну, наверное, действительно так. Каждый человек должен защищать другого, помогать ему. Но как-то вот не всегда это происходит в нашей жизни. Кроме этого, вице-губернатор Павел Самсонов вручил благодарности губернатора Оренбургской области врачам Орского перинатального центра за оказанную помощь в выхаживании маленького Леонида.